наступило лето и самое время поговорить о хоккеем и сделать это между прочим масса главным тренером юности чемпионом беларуси александром акрицким первый год ты сразу чемпионство вот у него был вопрос вообще ожидали такой успех или это сюрприз дело в том что в общем-то мне посчастливилось прийти в команду которая не рассматривает другие варианты как только чемпионство поэтому нас не было выбора нужно было выигрывать естественно других задач юности не ставится это понятно но тем не менее вы же понимали вы приняли команду после такого харизматичного тренера как михаил михаил захаров кстати это почувствовали команда отличается захарова все что могу сказать что в команде юность все поставлено на профессиональные рельсы в этом в этом отношении условия для работы великолепные к этому нужно стремиться могу сказать нашим клубом многим были определенные сложности в общем-то было небольшое перестроение скажем так где-то может быть подход отличается тренеров да именно что касается работы с командой и с игроками мы сумели эти сложности все преодолеть вместе с коллективом и в итоге то добились то к чему шли весь год печаний празднования не получилось пришли семьи и жены и дети раздевалку и кубок наполнили и сказали слова ребята каждый высказался вы подарили медаль президенту вот это вообще чья была идея естественно чувствуется поддержка спорта от главы государства и в частности хоккея вот и естественно что мы хотели как-то поблагодарить президента и вручили ему майку ребята расписались и попросили передать именную майку юности с росписями всех игроков и со словами благодарности вручили также медаль раньше в юности были перстни ну теперь этого нету может быть вы вернете эту традицию или это очень это хорошая традиция на самом деле да и неплохо было бы как скажем так на профессиональном уровне как в нхл мы сейчас находимся такой нестандартный вроде бы кажется для хоккеиста атмосфере теннисной корты дворец тенниса минске но все не случайно вижу вас ракетка мне нравится просто действительно этот вид спорта и меда и играть это очень интересно и в общем то еще в бытности профессиональным игроком когда играл то в межсезонье очень часто мы собирались с ребятами играли в свое удовольствие в хоккеист должен уметь играть во все от карт до там карты обязательно до пинг-понга за теннисом следите ну не скажу что слежу внимательно давайте викторина я не скажу да девушка в белом александра да это ваша знаменитая александра нович да не поверите сегодня именно она выступит вашим спарринг-партнером а точнее скорее всего проведет мастер-класс это прекрасно я уверена что саша вы косвенно знакомы ну я знаю ее отца тоже в прошлом хоккеист матчи не смотрели и видел ну не так чтобы там скажем целый марш в арену ходили не ходил не ходил в него не было возможности да да но отрывочно отрывочно конечно видел вот она александр соснович а мне кажется хоккеисты не как замораживается на своей ледовой площадке они вообще не стареют как ты думаешь александр отлично выглядит твой папа тоже мой папа и твой папа тоже очень похожи кстати как дела ваша папа лекома работает ждет соревнований очень прекрасный поезд и века такой возможности все мы ждем в ожидании я думаю вас тоже тренеры гоняют здорово мне нравится больше когда сам это пожестче пожестче эту ракетку несколько лет назад сын подарил в чем ценность и выбирал для меня заочно и натягивал отец евгения кафельникова узнавали мою там рост вес стиль игры я сказал стиль свободный фристайл ну нет не бью ну как получается так и играю куда бог пошлет туда и как молоток а главное не супер стараться у меня папа такой я и я такой что нужно немножко чтобы было расслаблено отлично вот получается кстати александр почему все-таки хоккей выбрали они теннис было две альтернативы футбол и хоккей и я думаю что был бы футболистом если бы не хоккей я по работе был боем меня проблема это подача и слету потому что меня оба плеча про оперированный есть кстати александра играли вы до 40 лет в хоккей да макс мирный до 40 лет играл в тенис так чё остановились когда-то нужно сказать стоп особенно если уже тело говорит тебе хорош травмы были да какие есть не секрет нет не секрет оба плеча в оперированных колено в общем-то хватает вопросов если бы не травмы готовы были дальше продолжать играть честно говоря да даже были предложения но я уже понял что нужно это такая родина это тренировок нет это не рутина наоборот спорт это счастье уже так выразиться так может в теннис уйдете почему нет сейчас потренируюсь немного и вперед а урго кстати вам нравится больше на дальней линии играть или у сетки да на дальней больше нравится играть а если бы были теннисистом на кого бы вы хотели быть похожи не знаю на даль может быть почему на даль он такой агрессивный а саша говорит что он очень добрый сажда на добрый честно говоря вот в теннисе меня что очень так скажем так удивляет как тренера да насколько они умеют держать концентрацию напротив всего матча бывает что матче там через три часа и вот все это время держать концентрацию это очень сложно в хоккей допустим специфика другая ты вышел грубо говоря максимум минута да ты сконцентрирован потом ты отдыхаешь готовишься к следующей смене вы допустим ну естественно я думаю что с тренерами в том числе психологически какие-то момент у нас психолога честно говоря нет но у меня тренер как психолог ну тренеру но как бы функции уже должен доверять полностью до тренер должен быть психологом это стопроцентно конечно это в любом виде спорта да но он должен чувствовать игрокам что все разные задачи в максимум выжать до человека пять минут поиграли какую характеристику можно дать уже александр очень хорошая физическая подготовка у него но у меня тоже что мне гонял хорошо вот ну конечно же нужно подработать некоторые элементы между ног научиться играть тогда ноги будут более пластичные и это тогда больше уверенность будет то есть будешь более быстрым и тебе будет проще играть слета то есть и ты так и так и так и так по-любому я такой чистый домосед от обороны на контратаке за контратаке за счет и за счет и беда так и хорошего движения это самое выгодное я считаю стиль игры то есть ты ждешь ждешь человек может ошибаться дождался своего и ты его уже разводишь атаковать начинаешь сам конечно же пару раз ошиблась догнала то можно постучать могу как надаль потопить хорош я хорошо бегу только не попадаю в корт на вылет забейте иногда получается случайно очень грамотно что вы не слева играли сейчас а справа просто слева так не сыграли справа у вас был угол вы свободнее сыграть махните махните бэкон попробую бэкон сложнее хорош хорош ногами стали работать хорошо коронка удара справа обратный кросс уже сыгрался раз спецификов из подготовки в теннисе больше чему уделяете внимание у меня такая фактура что мне нужна выносливость быстрота скорость внимание да ну то есть координация мощность это вот как раз да 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 конечно мы над этим над этим работаем особенно за день до матча мою взрывную работу делаем там сам ничем набивным такое в принципе специфика тоже у нас тоже будем начинаем за за день до встречи стараемся что-то делать за день вот именно за день тогда чтобы тебя взрыв был до взрыв ну я сама все взрывная это нормально повезло чтобы вы для своих хоккеистов из тенниса примесли но если честно вот основной момент который я вижу да это это именно концентрация умение держать концентрацию долгое время но я знаю что мы ребята любят многие играть да поэтому да это кстати домой еще с советских времен повелось хоккеисты очень много играли в теннис пример яркий папа ваш он тоже он тоже и причем я знаю что он просто здорово в теннис играл просто здорово когда реально давай давай мне надо взять одну подачу все у меня спортивный интерес никуда вставать я не понял закон 160 где-то ну я подаю сейчас где-то так ну как шайба летит одинаково больно получите мечом и шайбой я думаю шайбы больнее потому что она больше весит и естественно жестче ну как вы думаете сколько переломов у вас было за жизнь началось александра давай поговорим а я просто знаю что очень много травм очень много прям очень я не знаю меня абсолютно все пальцы были сломаны но четыре раза так все я собрался ищу все психологическое давление пошло нереально сейчас я попробую вам тело о мне кажется пожалела тихо подала ну последний но это будет мощно мы так тренируем спасибо спасибо большое спасибо большое класс класс здорово поиграли справа неплохой удар слева конечно нужно подробно работать а подачу лучше не видеть вам это вообще страшная мощь я много чего видел в своей жизни было там бойцы прикольный опыт и очень интересно наблюдать вот так вот близко профессионального игрока до теннисистку такого уровня это круто я могу сказать с кем я играю на андрей скобелка владимир копыт мы в отпуске мы такие же мы собираемся играем это это интересно это весело да но теперь уже я пару фишечек от александры имею на техника на самом деле это не самое главное в теннисе характер если есть у человека характер то можно очень круто играть выходной день играем или в теннис или коньки что выберете не коньки подальше куда-нибудь закинуть я вот ракетка теннис свежий воздух а я так и на коньках не научилась это вот тогда лаверды встретимся у меня вот так вот ноги неужели папа не научил но я могу сказать что главное основное это это желание играть я с таким удовольствием выхожу на лед играет нам с любителем ночной лиги да там президентской команде это вам не это реально кайф что за матч теннис на сколько теряешь килограмм было один раз 4 килограмм потерял за матч нереального обезвоживания было конкретно 45 градусов даже в той же австралии мне сложнее с холодом справиться что не все синеть начинает не трясти а вот жара мне вот как мое у меня наоборот я жару плохо переношу а холод понятно вспоминали что у вас было по моему 14 чемпионатов мира в общей сложности да по моему так и есть какой матч вспоминается чаще всего ну понятно что многие говорят про матч с улт лексити против шведов да это естественно это память да и так вот выделить именно для меня какой-то один матч довольно сложно кстати вспоминаю как я снимала фильм про десятилетия победы но мне прилетело от некоторых коллег мол зачем я это вспоминаю типа почему мы живем прошлыми победами нам надо стремиться к чему-то новому вы тоже так считаете нет я не согласен почему почему бы не вспомнить какой-то допустим хороший турнир или не важно в каком виде спорта если было там достигнуто какой-то определенный успех некоторые виды спорта могут обидеться сказать о чем какие вспоминать четвертое место но если так подумать на олимпийских играх в командных видах спорта действительно серьезное достижение этот матч вы бы показывали молодому поколению может быть не в таком контексте не именно этот матч а в принципе молодое поколение должно интересоваться и историей и не только белорусского хоккея рассуждать о в принципе белорусском хоккее да наверно это нужно отдельную передачу выделять для этого да и уровень внутреннего чемпионата должен повышаться я считаю что и команды кхл необходимо нам вообще в идеале 2 конечно ну нет не две команды кхл я бы сказал я захотел юность вообще если вам сейчас сказали давайте юность кхл вы были бы за вы знаете что конечно это престижный турнир престижное соревнование в лига престижная да но я бы так сказал что наверное все таки нам нужна такая ступенчатая пирамида которая была бы законченной до этой кхл вхл мхл внутренний чемпионат сильный ну и школы вот она это база скажем так на стройка и вершина вам не скучно в экстралиги нет не скучно наших ребят которые у нас команде мы постоянно настраиваем на то чтобы не стоять на месте а каждый день развиваться и если допустим кто-то в нашей команде достиг определенного уровня и делает следующий шаг в кхл мы только рады и хорошо если это будет наша динамо или сборная для этого и работаем а